Здравствуйте друзья, с вами Вула, на ваших экранах The Crew 2, и в этом видео мы закончим со всеми настройками для всех режимов, а так как у нас осталось еще целых два режима, это Freestyle и Pro Racing, я их объединю в один. Но не потому что я такой щедрый, а потому что из восьми режимов мне интересно играть только в четыре, о других я конечно заикнусь, расскажу почему они мне не нравятся, но настроек вы там не получите, ну может быть не на все. И начнем мы пожалуй с того, что мне не нравится и на что я вам настройки не дам, а именно с Derby. Я считаю, что Derby это чисто вот пвпшный режим, в пве его прикрутили чисто для галочки и играть в него просто отвратительно, вот настолько, что хочется описывать это только матом, ибо играя против ботов возникает такое ощущение, что у них есть только одна единственная цель, это втащить вам. Пока вы сдохли, они там немножко бодаются, как только вы появляетесь на карте, все, приоритет меняется, вы как красная тряпка для быка, и вся эта толпа летит за вами. Каждый бот считает своим долгом натянуть вас по самые помидоры, и единственное, что их может отвлечь от этого занятия, это появление буста на урон или ремонта. Хотя тут на самом деле можно поспорить, что для них важнее взять буст или втащить вам. Следующий отвратительный режим находится тоже во фристайле, и называется он «Гонки на монстр траках». Более унылое времяпрепровождение надо еще умудриться найти. Мало того, что гонки сами по себе уныли, некуда, сами эти транспортные средства едут как незнамо что, да и гонки с набором очков описать как-нибудь не используя мат практически невозможно. Поэтому пока я не начал материться как сапожник в пятом поколении, перейдем к тому, что не так отвратительно, а именно аэробатикс. Тут моим верным спутником является Zivka Edge 540 V3. Настройки на него вы видите сейчас у себя на экранах. Так как это гонки на набор очков, то есть выделывание трюков, самое главное, что вам нужно сделать, это поставить себе перки на дополнительные очки при выполнении трюков. Но это для тех, кто хочет вырваться в топ и набирать много очков. В принципе, в клюшке управление всеми самолетами практически идентичное. Разница только в том, что такие самолеты, как, к примеру, Zivka или Vaka могут очень быстро делать бочки, если использовать режим экстрима. Для тех, кто не знает, то по дефолту, по-моему, на пробел на клавиатуре работает режим экстрима. То есть вы зажимаете пробел, нажимаете поворот в сторону и у вас начинает самолет крутиться как волчок. Это позволяет вам очень быстро выполнять бочки, да и в принципе ускоряет все действия, связанные с маневрированием, но при этом это будет заметно уменьшать вашу скорость полета. В Air Race, конечно, режим экстрима я советую использовать как можно реже, ну а здесь же для режима трюков это самое, что ни на есть, правильное решение. Ну и самое прекрасное, что есть в режиме фристайл, это Jet Sprint. Без доли сарказма, это самые классно реализованные гонки на лодках, которые только я видел в разнообразных играх. Невероятный драйв, скорость, огромное количество поворотов, постоянное маневрирование делает этот режим просто невероятным. И даже несмотря на то, что он у меня не полностью прокачан, все равно, когда я захожу в него играть, я получаю от него эстетическое удовольствие. Особенно, когда я играю от первого лица. Что и вам, кстати, советую, на самом деле это полезная тема, потому что от первого лица вы будете ехать гораздо эффективнее, в том плане, что у вас обзор как бы будет лучше, вы будете точнее видеть, где вам нужно поехать. Потому что решение нужно принимать быстро, а лодка может, ну, в какой-то степени немножко заслонять обзор. Катаю я в Jet Sprint на прота Леопард, настроечки на него вы можете увидеть прямо сейчас. И самое главное, это привыкнуть к резкости управления, потому что эти лодки просто невероятно резвые. Больше тысячи лошадей для такого маленького веса заставляет это чудовище носиться просто с невероятной скоростью. Да, хоть и скорость по факту небольшая, но при этом из-за огромного ускорения и из-за большого количества поворотов у вас должна быть просто невероятная реакция для того, чтобы быстро принимать решение. Ну что ж, теперь мы перейдем уже к гонкам про рейсинга и начнем с пауэрбот. И тут моим фаворитом является Proto Offshore Mark 1. Да, казалось бы, стандартная лодка, которая дается практически в самом начале. Но мне она нравится, она маленькая, быстрая, узкая и на ней достаточно удобно плавать. Настройки для нее я использую вот такие, но на обычных гонках это поскольку-постольку, потому что гонки в пауэрбот проходят просто с минимальной атмосферой, минималистичной, минимальное количество поворотов, разнообразных отклонений. Единственное, что, ребят, советую использовать, это не прыгать на трамплинах, ибо они реально очень сильно замедляют ваше движение. В большей степени, конечно, я использую эту лодку для прохождения разнообразных умений на слалом, ибо эти настройки позволяют мне на ней очень хорошо маневрировать, при этом не теряя скорости. В саммитах это очень сильно помогает, потому что там практически всегда есть какое-нибудь задание на умения слалома. Ну и, разумеется, конечно, как бы вы хорошо не ехали, вам в любом случае нужны перки на набор очков. Ну и сет, разумеется, который будет вам удваивать очки умений, который у меня, разумеется, нет, потому что я очень мало катаю на этих режимах, но мой вам совет, если вы катаете на этих лодках, катаете саммиты, и вы задротите очки на слаломных умениях, в любом случае вам нужен перк на удвоение очков. Следующее, о чем мы поговорим, это туринги. И здесь, несомненным фаворитом, чемпионом среди всех машин является Maserati MC12. Настройки у нее вот такие вот, и на самом деле я каких-то советов даже дать не смогу, потому что единственное, что вам нужно делать, это правильно ехать. Все, у вас есть машина, хорошо настроена, у вас есть трасса, ну и у вас, разумеется, должны быть детали. Все, это единственное, что нужно вам для победы. Казалось бы, один из тех режимов, в котором мне больше всего нравится, но это как раз-таки тот случай, когда какой смысл что-то говорить, если и так все хорошо. Лучше сказать что-то о чем-то плохом, к примеру, как Альфа Гран-при. Я вовсю там пытаюсь ездить на RB13, настройки на ней я использую вот такие вот, но сами гонки у меня не вызывают каких-то вот прям вау эмоций. Да, в ассет-корсе было классно это делать, это совсем другой экспириенс, когда тебе надо реально контролировать газ. Здесь же просто ты нажимаешь газ и едешь. Отормаживаешься, поворачиваешь, опять газуешь, оттормаживаешься, поворачиваешь, газуешь. Может быть у меня он так хорошо стал ездить, но, по крайней мере, раньше он у меня ездил хреново, я там немножко покопался в настройках, и теперь он ездит вот так. Да и в принципе мне раньше этот режим не особо нравился, и сейчас, когда я получил более, так сказать, управляемую машину, это мне только добавило унылости. Ну и последний режим на данный момент в этой игре это Air Race. Тут я использую Harman Rocket HR3, настройки на нем вот такие, и самое главное, что нужно запомнить в гонках Air Race, а именно в пролетании вот этих вот ворот в нужном положении, это то, что вы должны как можно меньше делать движений, то есть ваши все движения должны быть настолько плавные, чтобы не терять скорость. Если в Aerobatics мы старались выкручивать тангаж, рыскание, скорость поворота на максимум, то здесь же желательно выкручивать все ближе к середине или к концу, ну, к концу, разумеется, тоже не надо, но ближе к середине, для того, чтобы самолет поворачивал как можно плавнее и не терял скорости при вот таких вот резких рывках. А так это просто самолеты, в управлении которых нет ничего сложного, это вам не тундра, в которой, кроме того, чтобы лететь, нужно еще смотреть, как летит противник, брать упреждения, стрелять и много чего еще делать, вам здесь нужно просто лететь. Для этого нужна просто практика, и самое главное, не забывайте использовать рыскание, это на самом деле очень полезная вещь, и многие люди ее не юзают. Так что, ребят, с настройками на все режимы, я думаю, мы закончили, и я извиняюсь за те настройки, которые я вам не дал, просто потому что, ну, не могу я дать настройки на то, на чем я не играю, что мне не нравится. Хотя, в некоторых случаях, я вам все-таки дал настройки на то, что мне не симпатизируют. Но, если это видео было вам полезным, и другие видео из этой же серии тоже были вам полезны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не выпускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.